Переходим ко второй части нашего видео урока. И сегодня мы поговорим о датах в английском языке. В течение всей своей жизни человек проживает несколько этапов. Child – ребенок, teenager – подросток, adult – взрослый. В самом же процессе взросления происходит много важных событий, которые привязаны, как правило, к датам. Часто нам приходится задавать людям вопросы, касающиеся даты их рождения. И вот тут как раз и возникает сложность. А как же правильно назвать дату в английском языке? Проблема в том, что при написании дат в английском языке мы можем использовать цифры 1, 2, 3, 10, 15, а вот в устной речи приходится употреблять порядковые числительные, то есть 1, 2, 3, 10, 20 и так далее. Такие числительные отвечают на вопрос which – какой или который по порядку. Запомните основное правило практически для всех порядковых числительных. Добавляем к цифре th. Например, for – the fourth, seven – the seventh, then ten – the tenth. В таблице вы видите. Исключением являются несколько слов. А именно, первый будет звучать как the first, второй – the second, третий – the third. Кстати, не забывайте об определенном артикле the перед порядковым числительным. При образовании таких порядковых числительных в английском языке, как пятый и двенадцатый, смотрите, например, 5 – the fifth, and 12 – the twelfth, мы заменяем V на F, а букву I опускаем. В числительном восьмой, опять же, пример, 8 – the eighth, выпадает T, а в числительном девятый – nine – the ninth, опускается I. Ну, а в таких порядковых числительных, как двадцатый – twenty – the twenties, тридцатый – thirty – the thirties, сороковой – forty – the forties и так далее, конечную Y мы меняем на I – I. Сложенные порядковые числительные в английском языке отличаются тем, что форма порядкового числительного достается только последнему слову. Вот теперь, зная порядковые числительные английского языка, можно перейти к датам. Как мы говорили чуть ранее, письменные и устные варианты употребления дат в английском языке разные. Например, для 5 апреля мы пишем, видите, в примере, а произносим – the fifth of April, или April the fifth. Второй вариант – для 23 ноября, опять пример, мы пишем, а говорим – the twenty-third of November, или November the twenty-third. В этих примерах мы разобрали, как назвать дни в месяцах. А как же правильно произнести тот или иной год? Ответ прост. Любой год до 2000-го мы называем числами по две цифры. То есть, если это, например, 1990-й год, то нужно сказать – nineteen – ninety. Наш миллениум, 2000-й год, будет звучать, как и в русском – 2000, 2000, а год 2001, соответственно, – two thousand and one. И несколько примеров для вас. Следите, как дата написана и как она произносится. И продолжим список вопросов, которые мы можем задать и поинтересоваться о тех или иных событиях. Мой день рождения был 26 сентября 1980 года. По такому же принципу мы можем спросить Пасха была 20 апреля в прошлом году. Обратите внимание на предлог «он», который стоит перед датой в последнем предложении. В русском языке мы говорим 20 апреля, 5 апреля, 23 ноября. В английском это будет И давайте с вами чуть детально теперь остановимся на предлогах. Тема предлога в английском языке является и простой, и сложной одновременно. Казалось бы, запомнил раз и навсегда где какой предлог и нет проблем. Но, как вы, наверное, уже успели заметить, английский – это язык не только правил, но и исключений. Так что давайте запоминать основные предлоги времени. In, on, at и их употребление. Итак, предлог in характеризует длительные периоды времени. Например, годы, месяцы, десятилетия, столетия, времена, года. In April – в апреле месяц. In the summer – летом, in the winter – зимой – время года. In 1995 – в 1995 году, год. In the 1990s – в 1990-е года, десятилетия. In the ninth century – в девятом веке, столетие. Он родился в 1995 году. He was born in 1995. In также употребляется, когда мы говорим о времени суток. Итак, in the morning – утром. In the afternoon – в обед. In the evening – вечером. Were you tired in the evening? Ты был уставший вечером. Предлог on употребляется, когда мы говорим о конкретном дне, дате или моменте конкретного дня. Например, on Monday – в понедельник. On my birthday – в мой день рождения. On holiday – на праздник. On the eighth of June – восьмого июня. И обращаю ваше внимание, что мы говорим in the evening, in the morning, in the afternoon, but on Monday evening – в понедельник вечером, on Tuesday afternoon – во вторник после обеда, on Saturday morning – в субботу утром. И продолжаем. On Easter – на Пасху, on Christmas Day – на Рождество, on Thursday – в четверг. И, как и со всеми днями недели, будет предлог on – on Monday, on Thursday, on Saturday, on Sunday. Видите, что в этом списке речь идет по большей части о конкретном дне, соответственно, предлог on. Двигаемся дальше. У нас остался предлог at, который в основном употребляется с конкретными моментами времени. Смотрите. At half past twelve – в пол первого. At midnight – в полночь. At the moment – в данный момент. At two o'clock – в два часа. Дальше. Со словом night, подразумевая не конкретную ночь, а время суток в целом, тоже употребляется предлог at. At night – ночью. Ночью они были дома. They were at home – at night. At home, кстати, тоже предлог at. Then. At the weekend – на выходных. At the party – на вечеринке. Тоже работают с предлогом at. They are always busy at the weekend. Они всегда заняты на выходных. Итак, если вы еще раз внимательно посмотрите на наши примеры, то сможете вывести для себя определенную систему в использовании предлога в английском языке. Очень обобщенно можно сказать, что предлог in соответствует более длительным отрезкам времени, таким как десятилетия, годы, месяцы и т.д. At, в свою очередь, соответствует более кратким периодам времени. On – все, что соответствует определенному дню. Надеюсь, это поможет вам запомнить особенности использования предлога времени в английском языке. Субтитры подогнал «Симон»